Приветствую, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. С чего начать духовную жизнь? Стал недавно ходить в церковь. С чего начать возрождение души? Как начать духовную жизнь? Но вы ее уже начали. Все-таки хождение в церковь — это не за хлебом насущным, в булочную, и не по необходимости куда-то на работу или к приятелям. Если человек горизонтально по путям земных своих передвижений уже чувствует потребность посещения храма, это означает, что по вертикали душа его уже двигается к Господу, таким образом духовная жизнь начата. Что в ней важнее всего, с чем связано это обращение и утверждение в нем, не ошибусь, думаю, если, сославшись на согласное святоотеческое мнение, скажу, что это то новое свойство души, которое именуется страхом Божьим. Страх Божий является причиной обращения грешника к покаянию, страх Божий является причиной молитвенных наших обращений ко Господу, страх Божий двигает нас, как проявление духовной жизни в нас, уже заколосившееся к храму Божию и к участию в его таинствах. Страх Божий помогает возрастать в жизни во Христе и к добрым делам располагает. Страх Божий становится причиной начатков святости в душе подвязающегося христианина. Страх Божий является и некоторым венцом, который уже при лицом Господнем, в царстве его сопровождает душу боголюбивую и обеспечивает, если можно так сказать, ее вечное блаженство в Господе. Это такая вот сила, это такой признак появления в человеке духовной жизни, вовсе не эстетство, вовсе не развитие чувства к изящным искусствам, а именно благовейное пред Господом хождение. Когда оно появилось у блудного сына, тогда он и сказал сам в себе, вернусь к отцу моему, скажу, недостоин называться сыном твоим, но прими меня, как одного из наемников твоих, чтобы мне не погибнуть на стороне долечия. Это и есть образ реализации или наполнения души, пробужденной этим чувством страха Божьего. Страх Божий — это и проявление жизни духа в человеке. Святитель Феофан именует три признака действия духа человеческого. Страх Божий, жажда Бога и совестливое самоукорение, развлечение внутри человеческой личности добра и зла. И очевидно, что как раз с оживлением вот этого чувства благовейного пред Богом хождения, страха Божьего, связано и начало духовной жизни. И оно неизбежно влечет человека на исповедь. Поэтому, если человек уже крещен, но не причащен, крещен, но не венчан, крещен, но оторван от жизни церкви, то для него именно исповедь становится обновлением крещения, обновлением тех обетов, которые он при крещении принес Христу ради сочетания с ним. И в этом исповедальном труде, который становится не однажды совершенным, а постоянно продолжается уже по жизни христианина, очень надежный порог. Это и вступление в церковную жизнь, это и поддержание церковной жизни в человеке. Так что утверждайтесь в регулярной тропинке к Кресту Евангелию, к своему батюшке приходскому, пред которым, исповедуясь вы самому Господу, открываете свою совесть для врачевания вашей души. Ну а уже постоянное и благодатное поддержание вашего единства со Христом, которое начинается с покаяния, начинается с движения ума и сердца к Богу. Молитва, оно и в изменениях порядков жизни непременно обнаруживается, поскольку исповедь — это не плотской нечистоты, отмытие, как и крещение, а обещание Богу чистой совести. Значит, есть исправление и образа мыслей своих, потому и греческое слово, означающее исповедь, метаноя переводится как изменение ума, но и изменение порядков жизни, прежде всего отвращение от тех языческих путей, страстей, которым прежде своего обращения ко Христу служил человек, и потому первые шаги в духовной жизни непременно сопровождаются и отчуждением от тех сообществ, от тех дел, от тех сайтов, от тех слов, бесед, которые прежде имели место и служили не к возвышению, очищению, но к помрачению души. Так что в этом единстве вашего внутреннего расположения к Богу и хождения пред Ним, участие в церковных таинствах и в жизни Матери Церкви, и в устроении путей своего служения угодными Богу, и состоит вхождение в вашу духовную жизнь и укрепление в ней. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.